Честно говоря, меня это повергло в ужас. Ты должна быть хорошей матерью. Вот что бы это ни значило. Я цена сама по себе, потому что я существую, я есть. Мужчин мы в этом месяце не приглашаем. Это очень иногда жестоко звучит. Здравствуйте, меня зовут Анна Бусил, я основатель книжного клуба от психолога. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, здесь регулярно выходят разборы фильмов, книг, звезд и разных интересных ситуаций, которые актуальны в обществе. Сегодня предлагаю вам обсудить фильм «Красотка на всю голову». Кто смотрел, обязательно напишите в комментариях, как вам этот фильм. И мне очень хочется взять один ракурс, через который я этот фильм, собственно говоря, и разберу. Почему мне захотелось поговорить именно на тему женской самоценности, на тему того, что женщину останавливает перед тем, чтобы жить свободно, чтобы жить так, как хочется. Это тема Октябрьского книжного клуба. В октябре в моем книжном клубе, в который вы также можете вступить, вся информация будет в описании, я хочу разобрать тему женственности и самоценности. Вообще, понятие женственности, оно очень-очень относительное. Туда постоянно включают много каких-то представлений о том, какая женщина достаточно женственная, о том, какая женщина недостаточно женственная. В общем, об этом мы будем с вами говорить в книжном клубе. И какие идеи женщинам препятствуют к тому, чтобы проявляться и жить так, как хочется. Что это значит? Ну, например, женщине говорят, ты должна быть хорошей матерью. Вот что бы это ни значило. И женщина, соответственно, пытается этому соответствовать. Или, например, говорят о том, что ты недостаточно хорошая жена. Или у тебя плохая фигура. Или худей. Или занимайся собой, там ты недостаточно ухоженная. И так дальше. Таких идей много. И это не значит, что эти идеи, знаете, проговаривают словами через рот. Эти идеи очень часто используются в рекламе. Поэтому мы с вами в октябре в книжном клубе будем говорить о тех идеях, которые препятствуют вам жить так, как хочется. Я сейчас не говорю о том, что надо на себя забить и ничего не делать. Я сейчас говорю о том, чтобы эмоционально освободиться, стать более свободными. Поэтому, мои дорогие женщины, в этом месяце я приглашаю только вас в клуб. Мужчин мы в этом месяце не приглашаем. И это будет очень сильное сообщество, где объединятся много-много женщин. В клубе уже больше 50 человек на данный момент. Мы стартуем 1 октября. Вход стоит совершенно посильных денег, 990 российских рублей, либо 30 белорусских рублей, либо 12 долларов. По ссылке, которую я оставляю в инфобоксе, переходите, смотрите на сайт. Там куча отзывов. Прямо сейчас на экране вы также видите абсолютно разные отзывы. Приходите, будет очень здорово и классно. И вот смотрите, мы с вами рассмотрим вопрос женственности и тех идей, которые тормозят вас. А второе, будем возвращать вот эту вот ценность самой себя. И этот вопрос также будем подробно разбирать. Почему? Потому что, когда я чувствую, что я цена сама по себе, не потому что я делаю какие-то результаты, рожаю детей или еще что-то, потому что я существую, я есть. И поверьте мне, в окружении сотни женщин вам будет гораздо легче этот факт принять, прожить его и уйти из книжного клуба вот с этим стойким, сильным ощущением. Поэтому, мои дорогие, приходите. В описании к этому видео все подробности. На сайте, когда вы перейдете, вы увидите и отзывы, вы увидите информацию обо мне. Клуб работает уже четвертый месяц. И я бесконечно счастлива объединять единомышленниц вот в таком вот формате. Ну что ж, давайте разберем все-таки фильм «Красотка на всю голову». Какие там основные моменты мне бы хотелось вынести? Первая история Рене. Главная героиня работает в компании косметологической. И когда мы видим ее место работы, честно говоря, меня это повергло в ужас. Она работает в какой-то маленькой коморке, где нет ни окон, ни дверей, где очень темно, с каким-то непонятным мужчиной. И они такие, знаете, друганы. И вот когда я эту комнату увидела, в которой она сидит за этим маленьким столом, такая женщина с довольно яркой внешностью, но она себя не чувствует такой яркой. И поэтому она вот в этой коморке. Это про отношение к себе, про то, что вот я могу занимать столько пространства, ни больше, ни меньше. Вы знаете, есть женщины, которые заходят куда-нибудь, ну в ресторан, например, да, и вот она ставит сумку свою, достает какие-то там очки, телефон, и она занимает много пространства вокруг себя. Сразу видно, да, что, ну, женщина знает себя, ей необходимо это пространство, и вот для нее важно разложить эти предметы вокруг себя. Есть другая женщина, которая приходит тоже в ресторан, и она что делает? Она садится на краешек дивана, она сжимает плечи, и такое ощущение, будто ее нет. Вот Рене в первой части фильма, она как раз-таки вторая женщина из приведенного примера, когда хочется сжаться, когда хочется провалиться сквозь землю. И здесь я вам также хочу подсветить, что когда женщина хочет провалиться сквозь землю, когда она чувствует себя постоянно неуместной, это про что? Про то, что ее поведение регулируется стыдом. Скорее всего, в детстве ее за что-то пристыжали. Скорее всего, говорили какие-то вещи, типа, у тебя очень большая грудь, или какие-то были такие подколки. Я это часто слышу от женщин, у которых половое созревание раньше началось. Или когда женщине говорят, ты что-то громко смеешься. Вот это все ситуации от совершенно незначительных, как будто бы, до более глобальных, они все регулируют поведение. Через вот это чувство стыда. Еще раз, чувство стыда ощущается, как то, что прямо сейчас я хочу провалиться, забраться вот в эту темную коморку, чтобы меня вдруг никто там не увидел. И вот наша главная героиня сидит в этой коморке своей. Что происходит еще? В самом начале фильма, когда он только начинается, мы видим Рене, которая наблюдает за женщинами в спортивном зале, и они там тренируются, они в яркой форме. Она их сразу оценивает. То есть, да, вот это худая, это красивая, это там успешная какая-то. То есть она их сразу сканирует, и как будто бы еще больше сжимается. То есть она как будто бы еще и еще становится меньше. И что происходит? Что когда она подходит к администратору, и у нее спрашивают, а какой у вас размер обуви? Она забывает как будто бы про свой реальный размер обуви. Она говорит, ой, у меня восьмой, ой, нет семь с половиной. На нее администратор продолжает смотреть, он говорит, ой, нет девять с половиной. То есть стыдно за то, что вот у нее такая нога, такого размера, потому что опять же, есть какие-то представления, какая должна быть нога, чтобы она воспринималась как какая-то изящная или более женственная. Ну и, конечно, Рене чувствует себя неловко. Она постоянно на протяжении вот первой части фильма чувствует себя неловко, как-то, знаете, неуместно, и это ограничивает ее. Ведь когда женщина себя не ощущает, то и в жизни происходит событие, которое она особо не привлекает. То есть вот что пришло, то и хорошо. Что к берегу прибило, а мы знаем с вами, что прибивает к берегу. Мусор, тину и все такое прочее. И, соответственно, когда вот ко мне приходит что-то, я это беру, и я могу оставаться недовольной. То есть я буду чувствовать о том, что как будто бы это не мое, как будто бы я хочу большего. Но я соглашаюсь с тем, что прибивает к моему берегу. И вот Рене, она жила в таком режиме, при том, что она довольно самостоятельна. То есть там нет какой-то родительской линии. Она живет одна, она работает, она обеспечивает себя. Но вот это вот ощущение того, что она какая-то незначительная, не позволяет ей двигаться по карьерной лестнице и, соответственно, привлекать партнеров в свою жизнь. Вот в Октябрьском книжном клубе мне очень хочется много-много говорить на тему того, что я есть, я существую. То есть, да, увидеть себя в этой жизни. Потому что, когда я вижу себя в своей жизни, я начинаю думать, о, а это событие нравится мне, а это нравится, и я уже могу регулировать, что приходит в мою жизнь, а что не будет ни за что в нее приходить. Еще один момент, который хочется обсудить, это нахождение в женском сообществе. Вот я вам сказала о том, что в моем книжном клубе больше ста женщин одновременно делятся, рассказывают о том, что для них важно, что не важно. Мы обсуждаем разные темы. И Рене, когда смотрит на других женщин, она испытывает очень много зависти и, скорее всего, злости. Ну, я это так фантазирую. Возможно, это так, может быть, нет. Я так чувствую, ну, соответственно, на моем видео так и говорю. И вот это вот непризнание в других людях, в данном случае в женщинах, в том, что они красивы, в том, что они сильны, в том, что они в чем-то яркие, в том, что они интересные, не позволяет Рене самой признать то, что она такая же. Вы понимаете, в чем дело? Ведь когда я не признаю суперсилу другого человека, то я и свою суперсилу признать не могу. И это огромная катастрофа, потому что чем больше я буду обесценивать других, тем еще там x5, x10, x20 я обесцениваю себя. И вот есть психологи, которые работают именно с женщинами на тему того, чтобы признать себя женщиной, на тему того, чтобы увидеть, ну, в общем, разные есть тренинги. Один из тезисов – это в том, чтобы стать частью женского сообщества, когда вы становитесь частью женского сообщества, вы себя начинаете по-другому ощущать, когда вы перестаете женщин воспринимать как кого-то очень опасного, как того, кто может вам навредить, как того, с кем не стоит чувствовать себя безопасно. Вот еще раз, когда я признаю себя женщиной, то мне гораздо легче с другими женщинами выстраивать отношения, потому что, знаете, некоторые женщины говорят, ой, я не умею дружить с женщинами, я вот умею дружить с мужчинами. И это прекрасно – дружить с мужчинами. Но в женской дружбе очень много силы, в женской дружбе очень много энергии, и навряд ли эту энергию можно получить в дружбе с мужчинами. Поэтому, дорогие женщины, поверьте мне, от того, что вы признаете себя частью женского сообщества, что вы с женщинами, что вы видите их, что вы им сопереживаете, потому что некоторые женщины в отношении к другой женщине говорят, да уж, это она сама виновата, да, вот она взрослая, она сама разберется, пускай она сама несет эту ответственность. Это очень иногда жестоко звучит, и жестоко по отношению к другим, но я вам еще раз верну идею того, что насколько жестко вы относитесь к другим людям, в данном случае к другим женщинам, это значит, что вы и к себе, и к 2, и к 5, и к 10 относитесь жестко. На протяжении всего фильма мы видим, как Рене сама о себе рассказывает. То есть, по факту, она ничего особо не говорит про то, что она не уверена, про то, что ей стыдно, или еще что-то, но своими действиями, тем, как ведет ее тело, тем, как она бесконечно сжимается ее мимикой. Она постоянно говорит о том, что она не чувствует себя хорошо, о том, что она вроде бы мечтает тайно о повышении по карьере, но не может это сделать. И вот она снова и снова утверждается в том, что она недостойна. Снова и снова, снова и снова. Это, знаете, когда женщины бесконечно худеют. То есть, вот они худеют, 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 и все никак не могут похудеть. И ведь можно очень много найти подтверждений тому, что я еще недостаточно худая. Сравнивать себя с моделями, сравнивать потом себя еще с кем-то. То есть, найти подтверждение своим негативным убеждением о себе можно легко. Вот если есть такая задача, вы это точно сделаете. Знаете, вот что-нибудь ребенок сделает, и, например, разбил вазу, и мама ему говорит, я же тебе говорила, я же так и знала, что ты разобьешь эту вазу. И ребенок считывает это как то, что, ну все, я вот неудачник, да, у меня все сыпется из рук. Но что значит все? Не все, конечно. Поэтому то, как я себя чувствую, то, как я о себе в первую очередь думаю, я этому всегда найду подтверждение вовне. Вот всегда. Если я себя ощущаю как безденежная, то я найду этому подтверждение. То есть, у меня недостаточно продаж, я плохо себя чувствую, я разочарована, да, там в клиентах или еще в ком-то. Я найду эти подтверждения. Они будут приходить ко мне по заказу каждый день. Если я чувствую себя успешной, и у меня достаточно финансов, то я каждый день буду воспринимать как то, что я сделала эту попытку, у меня получилось, или у меня не получилось, и это тоже хорошо. То есть, все зависит от того, какой ракурс я выбираю, и какие у меня будут подниматься чувства, когда я просыпаюсь. Я буду уже грустная и уставшая, или я буду уже возбужденная и готова этот мир исследовать и покорять. Дальше с главной героиней происходит событие такое, она ударяется головой о пол, и все в ее жизни меняется. Вот это как раз к предыдущему тезису. У нее меняется именно восприятие себя. То есть, те мысли, которые она себе крутила раньше, перестают вообще ее интересовать и быть для нее актуальными. Она сейчас другая, она себя чувствует совершенно иначе. И она с этого момента чувствовала себя уверенной, очень такой классной, дерзкой, агрессивной в хорошем смысле этого слова. Она чувствовала свои желания, у нее появился кавалер, потом они стали уже встречаться на протяжении последних сцен фильма. То есть, у нее стало все в жизни складываться. Она получила повышение по работе, она чувствовала себя достойной, и ничего не поменялось в ней внешне. Она просто стала по-другому о себе думать. Она просто стала по-другому к себе относиться. И, знаете, вот тоже замечаю, что люди, тут уже не важно, мужчины, женщины иногда думают о том, что это должна быть какая-то встроенная функция, что я должна о себе хорошо думать. Но нет, друзья, нет такой встроенной функции. Конечно, под влияние внешнего мира будет куча разных идей к нам в жизнь прилетать. От того, что я суперзвезда, от того, что я полное говно и вообще ничего в этой жизни не могу. Понимаете? Потому что мир всегда нам подкинет какие-то задачки, которые надо будет решать. И вот здесь вопрос, да, какие задачи я восприму как мои и начну их решать, а какие я отобью и скажу, нет, это мне не подходит. И вот Рене, она во втором своем состоянии, после того, как произошел этот волшебный магический момент, она что сделала? Она всего лишь стала по-другому о себе думать. А если она по-другому о себе думает, она себя иначе чувствует, и она делает совершенно другие действия. Она как минимум расправляет плечи, она как минимум поднимает подбородок, идет вперед и улыбается. Она как минимум видит себя в зеркале настоящую и замечает то, что ее восхищает в самой себе. И вот это очень важный момент. Для меня этот фильм, он не является каким-то киношедевром, знаете, который надо смотреть ради того, чтобы там найти какую-то гениальность в съемке или еще чего-то, или игре актрисы. Нет, этот фильм мне очень нравится тем, что вот есть одна и та же женщина, просто разное восприятие себя. Сначала она себя воспринимает и думает о себе, и бесконечно себе проговаривает, что она какая-то не такая. А дальше в этом отрезке, когда она ударяется головой о пол, она просто меняет эти мысли. И прикиньте, все в жизни совершенно начинает играть вообще другими красками. Вот в чем суть лично для меня этого фильма. И попробуйте вместо Рене подставить себя. Если вы сейчас в ее первом состоянии, напишите, кстати говоря, в каком состоянии вы, ну, как если бы, можно было бы себя сравнить именно с Рене, вот с этой контрастным, с этим контрастным восприятием себя. Вот вы в первой части, где вы себя чувствуете какой-то не такой, что вы недостаточны, что у вас нет достаточно навыков, вы недостаточно профессиональны, недостаточно хорошая мать, недостаточно хорошая любовница. Или когда вы идете с поднятой высоко головой, наслаждаетесь этой жизнью, берете все те возможности, которые эта жизнь вам подкидывает. Вот где вы сейчас? Будет ли какой-то самый идеальный момент, чтобы чувствовать себя превосходно? Нет, конечно. Я думаю, вы уж точно понимаете, что идеального момента не существует. Однако, для того, чтобы произошел какой-то интересный, особенный момент в жизни, его надо разогнать. То есть должна быть энергия для того, чтобы этот момент в жизни случился. Не придет какое-то чудо в жизнь, когда я постоянно себя обзываю какими-то словами. У меня к вам вопрос. Напишите в комментариях, какими словами вы себя обзываете. Потому что некоторые женщины называют себя «Ой, я дура», «Ой, я тупая», «Ой, я безмозглая», «Ой, я неуклюжая» и так далее. Вот тоже поисследуйте, какими словами вы себя называете. Потому что эти слова могут быть очень и очень неприятными. И уж точно, произнося эти слова в свою сторону, вы не приблизитесь к более высокой самооценке. В конце фильма Ренея приходит к такому выводу, где она понимает, что вообще-то жизни можно наслаждаться и сейчас. Вообще-то у меня всего достаточно. Посмотрите, если интересно, но даже на основе этого разбора вы точно можете уже сделать какие-то выводы. Что вы для себя самого ценного услышали в этом разборе? Что для вас является самым сложным для реализации вашей жизни конкретно? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно. Тема заряженная, в теме очень много энергии. Потому что, несмотря на обилие книг, фильмов, тренингов на тему женственности и там «Прокачай свою самооценку» и все такое прочее, тем не менее не всем удается приблизиться к тому, чтобы чувствовать себя ценной априори. Не потому что я что-то сделала, не потому что я какая-то, а потому что я просто живу. И, конечно, напоминаю о том, что в инфобоксе я оставляю ссылки на книжный клуб. У нас с 1 октября стартует новый месяц в книжном клубе. Каждый месяц новая тема. И вот октябрь – это женственность и самоценность. Я считаю, что вообще фильм «Красотка на всю голову» прекрасно отражает ту концепцию, которую я буду вам предлагать для обсуждения в книжном клубе. Участие стоит всего лишь 990 рублей, 30 белорусских рублей или 12 долларов. Записывайтесь прямо сейчас, там очень много на сайте отзывов. Мы читаем одну книгу в месяц, разбираем несколько фильмов, поэтому наши обсуждения жаркие, интересные и впечатляющие. Записывайтесь и также подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мне будет очень приятно. На этом сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok